Гавайские острова Средним подсчетом ученых он будет уже в начале января или максимум к весне. По размерам это мусорное пятно можно сравнить со штатом Калифорния. Причем двигается вся эта масса с гораздо большей скоростью, чем предполагалось ранее. Исследователи Международного Тихоокеанского центра Гавайского университета создали наиболее точную компьютерную модель распространения этого мусора. По этой модели сейчас мусорное пятно находится в окрестностях атолла Мидуэй. Он расположен как раз на пути к Гавайским островам. Подкорректировали эту схему, кстати, и российские моряки. Экипаж парусника Паллада обнаружил в океане рыбацкую шлюпку из префектуры Фукусима. Обломки строительных конструкций, холодильник, телевизор и другие предметы. И вся эта информация была передана американским экологам. Но даже несмотря на то, что радиоактивный фон, радиационный фон мусора в норме, это удалось зафиксировать морякам, Гавайские острова ждет экологическая катастрофа. Плавает там в основном пластик и дерево, слоем примерно в 10 метров, а у него течение. Мусор предбьет к Гавайским островам уже в ближайшие месяцы. Потом очередь дойдет и до западного побережья США. Но у канадского курорта города Тофина на побережье острова Ванкувер уже находят пластиковые бутылки с японской маркировкой и некоторые другие мелкие предметы. Судя по надписям, они явно произведены в Японии. Мусор после цинамия в Японии пополнил так называемое большое тихоокеанское мусорное пятно. Но никто не знает, как очистить мировой океан от этого. Экологи надеются на скудное энергетическое будущее, когда человечество, возможно, начнет добывать этот плавающий в океане пластик и, возможно, перерабатывать его в топливо. Таня. Спасибо, Женя. Евгения Воскобойникова о том, что грозит Гавайским островам. Спасибо.